Первое ток-шоу о спорте. Спорт Бурятии без цензуры. Жёсткие вопросы, конкретные и бескомпромиссные ответы. Смотрите только на ютуб-канале Спортербе. Ведущий Алексей Туробов. Доброго вам времени суток. Я сразу поясню. Здесь мы будем на площадках собирать людей, интересующихся спортом, занимающихся спортом, но сочувствующих спорту. Они будут обмениваться мнениями, задавать друг другу какие-то вопросы, отвечать на конструктивную критику. И сейчас у нас сегодня тема хоккея. Здесь у нас Елена Искровна Сандакова, руководитель службы управления проектами развития спортивной индустрии Министерства спорта России. И Константин Олегович Кусков, идейный вдохновитель. Вы даже, получается, тренер сам, сам капитан команды. Да? Капитан команды хоккейного клуба «Анахой». В общем, прошу любить и жаловать. Можно поаплодировать друг другу. Давайте. Ну, в общем, начнем с Константина. Вот смотрите, Константин. У нас в Республике на данный момент проходят сразу два турнира по хоккею. Это вот кубок «Анахоя», который в том числе и вы организовывали. И еще и чемпионат Республики. Почему вот такое разделение, как бы одновременно идут два соревнований, но команды с друг другом не играют? Объяснить ситуацию ты можешь, потому что вот с хоккеем происходит такая уже история давняя. Как-то они делили деньги, делили кресло. Президента Федерации это было. Ну, не все об этом знают. Многие умалчивают, хоккеисты об этом вообще не говорят. Что часто происходит вообще в этом ситуации? Почему разделение идет? Ну, определенной этой дележки оно как таковое и нет. Откровенно, если. Ну, получилось нынче все на фоне того, что нас обязали проходить медицинскую комиссию. Соответственно, и, ну, опять же, есть категория людей, которым уже далеко за, соответственно, и которые помоложе. И суть дела в том, что вот тем, которым за, их не допустили. По объективным причинам, там, у кого-то нюансы, по части здоровья. И получилось так, что, по сути говоря, те команды, которые не были допущены до чемпионата Республики Бурятия, организовали, соответственно, свой кубок. Вот, кубок в лице, посолка находит. Потому что зима, в принципе, ну и как-то все равно заниматься хоккеем. Не, ну вы же, по идее, это закон. Он по закону уже, каждый хоккеист, который играет там в официальных соревнованиях, обязан пройти медицинскую комиссию. В чем проблема-то? Ну, в проблему в медицине, в том, что, вот, допустим, меня не допустили, но, соответственно, есть там нюанс по моему здоровью. И это требование, опять же, медиков. И как-то с людьми медицинскими спорят. А где вы проходили медицинское обследование? Ну, в физдиспансер, соответственно, который находится у нас. На центральном стадионе. И спортивный врач, минимум. И это, соответственно, что... Так получается, вот смотрите, медицина вас не допустила, но при этом вы сейчас играете. Ну, как бы, можно сказать, что это очень замечательно, что вы свое хобби не оставляете, продолжаете играть. А что-то делать-то со здоровьем-то надо как-то. Вы же при этом, что вы еще и тренер детский, вы прививаете детям любовь к спорту, там, я не знаю, учите, чтобы не врать. А тут вот ситуация такая, как бы, ну, вы тоже в обход закону, получается, идете. Ребят, ну, я не чувствую себя больным человеком. Я военный человек. Посмотрите на меня и, по-русски говоря, я хочу заниматься любимым делом, вот чем дело. И хоккей все-таки на первом месте в любом случае, ну, и никуда его не отодвинешь. Плюс, а кто, если не я, будет поднимать? Не, ну, пройти это медицинскую комиссию надо? Я два раза по-русски говоря. Военнослужащий. У себя, как военнослужащий, два раза в год прохожу диспансеризацию. Но диспансер получается не в расчет мнения военных медицинских. Елена Искровна всех, наверное, беспокоит тот момент, что вот все в ожидании, когда же все-таки появится наш драгоценный ледовый дворец, который ждут уже не один десяток лет, все мечтают. И связывают с этим вообще огромные перспективы развития хоккея, как такового у нас в республике. Что вот делается? Как в настоящий момент вообще дела идут? Ну, вот как раз-таки в настоящий момент сейчас здесь, в республике Бурятия, находится инвестор, представитель, сам генеральный директор УАРЕНа, который сейчас ходит по кабинетам наших ведомств и согласовывает различные документы. То есть сейчас, по-простому говоря, идет бумажная процедура, такая бюрократическая. Без нее никак, потому что есть у нас законодательство. Но всем уже известно, что деньги Министерство спорта России выделило на строительство ледового дворца. Это нацпроект «Спортнорма жизни», развитие хоккея, строительство регионального центра. В России будет строиться пять региональных центров. Один из них – это у нас, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия. Ввод в эксплуатацию – 22-й год. То есть в 20-й год поставили нам деньги в 750 миллионов Министерство спорта России. И в 21-м году – 650 миллионов. И, естественно, инвестиции инвестора. Правильно, в принципе, то, что ожидаются большие перспективы со строительством такого крупного спортивного объекта, с двумя ледовыми аренами, сейчас еще очень важный вопрос – это создание спортивной школы бюджетной. Это очень важно. Я знаю, что на момент нашего Министерства спорта Республики Бурятия непосредственно защитили сумму не очень большую, и этой суммы недостаточно для открытия бюджетной школы. Рассматривают вопрос отделения по хоккею в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Единственное, что бы я хотела сделать, такую критику в адрес нашего органа исполнительной власти, почему-то создание данной школы не было согласовано с Министерством спорта России. То есть хотя бы проконсультировались бы, как надо создать штатное расписание, как минимизировать расходы. С Федерацией хоккея я знаю, что тоже не было проведено совещание по открытию данной школы. И здесь, конечно, мы непосредственно специалистами спорта России будем задавать очень много вопросов органу исполнительной власти, потому что нет единовластия, и это неправильно, когда обособленно ведутся какие-то переговоры. Речь идет о программе развития хоккея в России. Мы знаем, что Федерация хоккея Бурятия написала данную программу, она сейчас находится в Министерстве спорта России. Но вот сейчас свидетельство того, что вот этот разговор сегодня происходит, я вижу, что вас практически не включили в данную программу развития хоккея Бурятия. Это неправильно. Хотя такая прекрасная коробка хоккейная находится. Хоккеисты-то знают об этой программе? Вы слышали о ней, что есть программа такая по развитию хоккея Бурятия? Все, наверное, это уже давно, и тем более кто-то взаимосвязывается с хоккеем, это же все равно, значит, даже в своих кругах и плюс. Ну, интернет сейчас есть у всех. Программа развития хоккея России, она давно обсуждалась. Она была принята на федеральном уровне, но она была принята без денег. Вот буквально в 2018 году нам определили очень хорошую сумму по России. И получается, помимо строительства пяти региональных центров, будут строить крытые хоккейные коробки. И плюс это финансирование на приобретение инвентаря и оборудования. В республику Бурятия 25 миллионов в этом году предусмотрено на приобретение тренажеров для хоккеистов, электроника, которую можно установить сейчас на крытый частный каток. И плюс это хоккейные борта, различные вот такие вот моменты, которые, в принципе, можно было рассмотреть и распределить по муниципальным образованиям. Но эта работа сейчас ведется, и вот буквально недавно мы с Вячеславом Анатольевичем, с министром спорта Бурятия обсуждали данный вопрос. Мы все-таки предлагаем пересмотреть вариант создания отделения. Спортивную школу. Да, необходимо спортивную школу, потому что республиканская спортивная школа, специализированная по хоккею, она же ведь может и отделение открывать по... В республике, да? Да, по муниципальным образованиям. Это другой статус у учреждения, да, получается? Да, хотя, конечно, никто сейчас не запрещает открыть отделение в республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, но, понимаете, там очень много видов спорта, там сейчас стоит задача... И хоккей он не входит в числе приоритетов? Нет. Не попадает? Пока. А вот сами, вот вы, Константин, что ждете от строительства Ледового дворца вообще? Какие планы вы себе строите? О чем говорят дети, в первую очередь, ваши ученики? Я знаю, что у вас кроме еще вот парней, девчонки приходят, какие начинают играть? Ну, у нас пока еще нахуй этого нету, и... Ну, девочки приходят, интересуются, конечно, спрашивают, какие критерии, и все. Ну, единственное, вот с детьми ездили мы на Айс-арену и товарищескую игру. Конечно, впечатление... У них это глаза горят, они... Это надо сразу пояснить, что это Ледовый дворец построенный на... Да, 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 да. ...средства инвесторов, лично частные, как вы говорите. И посмотрел я на них, конечно, они... Приехали, переоделись, как положено. Все как положено. Вышли на лед, отыграли определенное время, соответственно, опять же, переоделись, приняли души, и... Соответственно, и отношения другое. Ну, и я думаю, что при наличии... Самое главное, чтобы демократичная цена была. При строительстве о том, что когда появится Ледовый дворец, который будет строиться на территории ФСК, что там будут какие-то социальные часы. Об этом говорил глава Республики Бурятия Алексей Цыдынов. Там еще какой-то ряд... Что на этот счет будет продумано? Как раз вот спасибо, Алексей, потому что здесь особо надо обратить внимание на то рвение и то... Я просто поражаюсь силой воли нашего главы, Алексея Самбовича, потому что деньги, которые определил Минспорт России, миллиард сто, это только благодаря главе. Потому что я не видела ни одного руководителя регионов, который ходил бы так по кабинетам в правительстве. Ну, потому что я знаю, что это такое, и он ходил, и Кириенко, и министр финансов несколько раз заходил. Я придумал, какой выход, чтобы помочь хоккею Бурятию, предложить главе Республики стать президентом Федерации хоккея. Давайте выйдем с таким предложением, я думаю, может, это получится. И он, кстати, очень тщательно рассматривает вопрос условий конституционного соглашения для того, чтобы больше было социальных часов. Потому что у нас есть спортивная подготовка, где два часа утренняя тренировка, два часа – это вечерняя тренировка. Не надо забывать, что у нас еще есть, должно быть время на переодеться, правильно, принять душ, позаниматься в тренажерном зале, специализированном тренажерном зале для хоккеистов. Сухая тренировка. Да, сухая тренировка. Определили 6 часов бесплатных. Бесплатных – это за счет инвестора, а для детей, которые будут тренироваться в спортивной школе, это будет бесплатное занятие. Плюс это проведение официальных соревнований, это тоже должно быть бесплатно. И также еще буквально недавно, 5 декабря 2018 года, на совещании у главы по инициативе Алексея Самбоевича, еще одно обязательство на себя возьмет инвестор – это подготовка тренеров, это переподготовка курса повышения квалификации. Потому что это очень важно, потому что тренерский состав для развития хоккея очень важен. Ну и не надо забывать о том, что Ледовый дворец, он находится в городе. Там заниматься может только школа, которая будет базироваться непосредственно в городе Улан-Удэ. Ледовый дворец – это будет для проведения соревнований, естественно, для массового катания. Если мы говорим о развитии хоккея в Республике Бурятии, надо особо обращать внимание на муниципалитеты. Здесь речь идет о строительстве хоккейных коробок. Было бы, конечно, замечательно, чтобы это были крытые хоккейные коробки, но здесь все зависит еще от бюджета. В этом плане инвестор тоже будет помогать, потому что все-таки программа развития хоккея в Бурятии, строительства Ледового дворца, она предусматривает не только занятия, которые будут проходить в Ледовом дворце, это и развитие хоккея в муниципальных образованиях. Вот это очень важно. Ну и помимо хоккея не забывайте о том, что у Ледовых аренд в Ледовом дворце предусматривается хостел для проведения сборов, то есть муниципальных образований могут приехать, жить в Ледовом дворце, тренироваться в Ледовом дворце. Очень комфортабельное кафе, причем стоит обратить внимание, что инвестор особо обращает внимание на питание спортсменов. Это очень важно, а тем более в Республике Бурятии есть натуральные продукты, и речь идет даже о собственном производстве напитков для спортсменов. Ну это я не буду забегать, это все-таки у инвестора. Получается он заходит, забирает этот объект на 12 лет и будет делать для развития себя, ну естественно, зарабатывать деньги на этом, и делать еще что-то для развития хоккея в Республике. Да, это очень важно. 12 лет? Я считаю, что это правильно. 22-й год построится. Вообще, возможно ли такой момент, что Кубок Анахоя и чемпионат Республики Бурятии возьмет и как-то объединится? Возможно ли такой вариант? Будущий год все скажет, соответственно. Сейчас и дело, в принципе, дойдет и подойдет к итоговому решению однозначно, что все равно федерация, она как такова и есть, федерация не распалась. И единомышленники, они все. И медкомиссию мы пройдем. Так точно. Победим медиков и, по крайней мере, ну не так, все равно постараемся. Я вот предлагаю еще один такой момент, я не знаю, может быть, все-таки найдем вот такие, какой-то, 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 может быть, выход вот так вот, чтобы собирались люди, не знаю, обычный тренер из района. И там представители Минспорта России. Не забывайте, пожалуйста, о представителях регионального министерства. Это очень важно, потому что на такие встречи их обязательно надо приглашать. И у нас одна есть большая проблема. Это не знание нормативно-правовой базы, которая приводит вот к таким последствиям, что есть федерация, а почему-то система соревнований не отлажена. Вообще-то все эти мероприятия, наверное, не наверное, а точно находятся в едином календарном плане. Потому что регулировать должен орган исполнительной власти региональной. Отсюда все беды, как говорится. Поэтому здесь, конечно, надо особо обратить внимание на трактовку документации, нести ее, разъяснять. И, Алексей, спасибо за возможность, что вот планируете проводить такие мероприятия. Площадка нужна. Предлагайте, потому что все-таки за вами, как говорится, будущее, за средствами массовой информации. И это самая нейтральная площадка и для общественного обсуждения. Спасибо. А я еще раз напомню, что Ледовый дворец вырастет у нас на территории физкультурно-спортивного комплекса. Он будет занимать 13,5 тысяч квадратных метров. И там предполагается появление двух ледовых площадок. Вот 60 на 31 и 20 на 45. Так что мы ждем, когда же все-таки появится Ледовый дворец у нас в Республике Бурятия. А также ждем людей, которым есть что сказать. В общем, мы ждем людей, которые готовы прийти, высказать свою точку зрения, отстоять ее. И мы всегда открыты. Спасибо. Спасибо за общение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!